Когда у ребенка режется первый зуб. Согласно утверждениям педиатров, сроки прорезания зубов у каждого малыша индивидуальны. У некоторых деток они появляются в 2-3 месяца, а у других – в 9 месяцев или в год. Как ни странно, это явление считается нормой. Главное, чтобы по достижению трехлетнего возраста у вашей дочурки или сыночка уже было 20 молочных зубов в ротовой полости. Каждая мама должна подготовиться и морально, и физически к такому ответственному делу. Вам придется терпеливо относиться к призам дитя. Окружите ваше чадо лаской, заботой, любовью. Делайте ежедневную уборку, игрушки должны быть чистыми, также соблюдайте гигиену своего ребенка. Ведь малыши в такой период часто тянут все в рот, ваша задача – не допустить, чтобы ребенок не подхватил кишечную инфекцию. Чтобы облегчить прорезание, можно купить специальные прорезователи – массажеры для десен. Они оказывают антиболевой эффект. Хорошо обезболивают десна специальные гели. Только не надо думать, что они помогают прорезаться зубам. Они лишь снимают воспаление, немного обезболивают и успокаивают раздраженные десна. Если у ребенка повышается температура выше 38-ми, то посетите педиатра. Причиной повышенной температуры могут быть не только режущиеся зубки, а и разные заболевания. Почему у ребенка в год нет зубов – причины. На сроке появления первых зубов витамин Д кальций практически не влияют. Эти факторы больше отражаются на качестве зубов и эмали. Причинами того, что в год у малыша нет зубиков, могут быть генетические факторы – если у родителей были поздние зубы, то у их малютки. Тоже велика вероятность той же проблемы, как ни странно, но даже климатические условия могут влиять на этот процесс – в теплом. В климатическом поясе зубки у детей растут лучше. Очень многое зависит от качества воды, питания и инфекционной болезни в тяжелой. В форме негативно влияют на скорость роста зубов, недостаток витаминов – кальция может замедлить данное действие, если в полтора года у малыша нет ни одного зуба, то нужно пройти комплексное обследование. Иногда не растут зубы из-за патологии – аденти. Что делать, если в год у ребенка нет ни одного зуба? Ранее считалось отклонением от нормы, если в год у крохи нет ни одного зуба. Врачи в первую очередь подозревали, что у малыша анемия или рахит. Сейчас опровергли эту версию. Исследования показали, что у многих детей прорезаются зубы в 1,2 года. Однако, родителям не стоит быть беспечными и просто ожидать проявления процесса. Когда исполнится один годик ребенку, обязательно поведайте вашему врачу-педиатру о возникшей проблеме. Он, в свою очередь, пусть установит причину запаздывания роста зубов. Если это наследственность, то скажет, когда повторно явится на прием. Назначит употребление необходимых для роста зубов витаминов. Посоветует, как правильно кормить малютку. Если нет, то отправить на анализы или к врачу-стоматологу. Вам могут предложить сделать биохимические анализы мочи, крови, ультразвуковое обследование органов, проверить щитовидку. Сколько должно быть молочных зубов у ребенка? Выше мы рассмотрели, когда могут прорезаться первые зубы. Исходя из этого понятно, что все данные о росте зубов помесячно являются приблизительными. Ведь у некоторых детей первый зубик появляется лишь год, а то и позже. По правилам, первые резцы могут появиться в 6-8 месяцев, а к 2,5 годам у малыша должно вырасти 20 молочных зубов. Остальные коренные 10-12 растут до 32 лет. Самые поздние – это зубы мудрости, именно они доставляют нам немало хлопот своим появлением. Количество зубов у ребенка по месяцам. Итак, если ваше чадо начинает отказываться от пищи, непонятно почему раздражаться у него, появляется повышенное слюнотечение, десна слегка воспаляется, то процесс начался. Значит скоро у малыша появятся первые резцы. Чаще всего эти признаки проявляются в 6-7 месяцев. Сколько должно быть зубов у ребенка в 6-7 месяцев? В данный период у ребенка появляются нижние иногда и верхние центральные резцы, 2-4 зуба. Признаками появления резцов, впрочем, как и остальных молочных зубов, могут быть кашель, насморк, повышенная температура, припухлость десен по носу, рвота, запор, сонливость, плаксивость, диатез. Однако, вся эта симптоматика исчезает через 2-7 дней, когда воспаление десен проходит. Сколько зубов должно быть у ребенка в 8-9 месяцев? В 8-9 месяцев кроха уже начинает самостоятельно, уверенно сидеть, прекрасно передвигаться на четвереньках, без помощи извне вставать на ножки, танцевать. Кроме того, дети в таком возрасте уже сами откусывают, жуют еду. У некоторых может быть 4-6 зубов, а у некоторых – 2 нижних резца и начинать прорезаться 2 верхних. Сколько зубов у ребенка должно быть в 10-11 месяцев? Ваш малыш уже подрос, в 10-11 месяцев, он прекрасно знает своих близких и начинает стесняться чужих. Ползает уже с большей уверенностью. Начинает преодолевать различные преграды. Ему нравится учиться, познавать новый мир, самостоятельно залезать, слазить с мягкого дивана. К тому же, у него появляется еще 2 верхних боковых резца, и того у крохи уже 6, а иногда 8 зубов. Надо правильно за ними ухаживать. Не приучайте ребенка к сладостям, давайте такие лакомства вашему малышу в меру, чтобы не было кариса. После приема пищи давайте воду. Старайтесь не брать ложку малыша в свой рот, чтобы не передавать вредные бактерии. Соску содержите в чистоте. Сколько зубов должно быть в год у ребенка? По формуле расчета количества зубов в 12-13 месяцев у малютки должно быть уже 8 зубов. 4 сверху, 4 снизу. Формула выглядит следующим образом, сколько должно быть зубов у ребенка в 1,5-2 года. Достигнув 1,5 годовалого возраста ребенок, может иметь всего 4 зуба, хотя по вышеприведенной формуле у него должно быть 13-14 зубов. Ничего страшного, это считается нормой. В таких случаях врачи-стоматологи советуют давать крохе жевать твердый сыр, чтобы стимулировать их рост. Уже в таком возрасте, вашего малыша надо приучать к уходу за полостью рта. На своем примере показывайте, как вы чистите зубы. Дайте ребенку зубную щетку, пусть он повторяет движение за вами, только без пасты. Сколько зубов у ребенка должно быть в 2-5 года? В 2,5 года нормой считается, если у вашего щадо уже 20 зубов. Причем, эти молочные зубы сохраняются до 5-6 лет. Существуют различные нетипичные ситуации, при их возникновении нужно посетить врача-ортодонта или стоматолога. Сильно раннее появление зубов иногда свидетельствует о наличии патологий в области эндокринной системы. Поздний рост зубов обуславливается генными факторами, болезнями инфекционного происхождения, наличием заболевания рахит, нарушением работы ЖКТ. Неправильное положение резца, необычный, поврежденный внешний вид зуба, говорит о нарушениях костной составляющей, о неверном расположении оси резца. Схема зубов у ребенка 3 года. Давайте теперь обобщим, когда и в каком порядке появляются верхние и нижние молочные зубы. Нижние два центральных резца появляются в 6-10 месяцев от роду, верхние два резца обычно растут в 8-12 месяцев, верхние два боковых. Резца появятся в 9-13 месяцев, боковые два резца снизу вырастают в 10-16 месяцев, два верхних моляра вырастут в 13-19 месяцев. Два нижних моляра появятся в 14-18 месяцев, верхние клыки обычно растут в 16-22 месяце, нижние два клыка пробьются 17-23. Месяцы нижние два вторых моляра вырастают в 23-31 месяц, верхние два вторых моляра растут в 25-33 месяца таким образом. В 3 годика у крохи должно быть уже 20 молочных зубов. Сколько должно быть зубов у ребенка в 4 года? У детей 4-летнего возраста количество зубов остается тем же, что и в 3 года, то есть 20 молочных зубов. Уже могут появляться межзубные промежутки. Родителям следует отучать своих чад от вредных привычек, которые могут быть причиной роста кривых постоянных зубов. В данном возрасте надо отказаться от соски, не разрешайте ребенку сосать пальцы и тому подобное при появлении будь каких проблем. Ведите ребенка к стоматологу. Сколько должно быть зубов у ребенка в 6-8 лет? Уже в возрасте 6 лет у будущих школьников начинают выпадать молочные зубы и вместо них расти постоянные. Этот процесс длится несколько лет постепенно. Вначале меняются передние резцы снизу, вместо них появляются постоянные, потом верхние. Именно в течение этих двух лет и поменяются 4 передних резца. Сколько зубов должно быть у ребенка в 14 лет? У подростков этого возраста молочные зубы уже выпали, а постоянные должны вырасти. В общем, их должно быть в наличии 28 штук. Иногда процесс роста затягивается до 15 лет. А зубы мудрости так и не вырастают. В 14 лет, к сожалению, у 28% подростков встречаются аномалии зубами. То ли они растут в криви и в бок, то ли выступают из общего ряда зубов. С такими проблемами самостоятельно не справиться. Обратите внимание, уже в этом возрасте формируется правильный привкус. Для решения проблемного вопроса посетите ортодонта. Чем быстрее вы отправитесь к нему, тем легче будет разрешить данную неприятную ситуацию. Сколько зубов должно быть на нижней челюсти у ребенка? С 6 до 14 лет у детей происходит полная смена зубов на постоянные. Разница в год и в ту или другую сторону считается нормальной. Если считать количество зубов снизу, то оно должно равняться 14. Ровно столько же их вырастает и на верхней челюсти у школьников. Остальные восьмерки прорезаются к 26 годам. Как устранить нарушение прорезывания зубов? Чтобы у вашей крохи не было никаких нарушений, важно еще при планировании беременности уже задуматься о будущем новорожденном. Поэтому готовьтесь к этому планомерно. Заранее полечите свои зубы, правильно питайтесь, ешьте витамины, не ограничивайте себя в потреблении продуктов богатых кальцием. Чаще бывайте на воздухе, следите, чтобы у вас был нормальный гемоглобин. Ни в коем случае не употребляйте горячительные напитки, не курите. Не занимайтесь самолечением, не пейте препараты, которые вам не назначал доктор. После родов, следите, чтобы ваша кроха получала полноценное питание, закаливайте малыша, совершайте ежедневные прогулки. Вовремя обращайтесь к педиатрам в случае замеченных изменений в состоянии здоровья ребенка, следите за гигиеной ребенка. Почему у ребенка нет зубов в год Комаровский? Прочитав всю информацию, вы теперь ознакомлены с тем, как должны правильно расти зубы у малышей и подростков, сколько их должно быть всего. А главное, что если будут какие-то отклонения в прорезывании зубов, вы уже знаете, как поступить верно в данной ситуации. Ниже посмотрите, что рассказывает доктор Комаровский о первых зубах и сроках их появления. Субтитры создавал DimaTorzok